Праздник Это у нас день нуждамского самоопределения, да, или как назовем? Я с утра понял, что у нас нет праздника, посвященного Агрономству, поэтому решил, что-то 13 января как-то, старый Новый год, почему бы нет? Хорошо, что люди из ФУГ выходят в Реал для Донецкой Томбур. О чем хотелось бы поговорить, что мы и поспорим? Дело беседы, это гражданское общество. Что я вкладываю в понимание гражданской общества для меня? Это когда люди могут самоопределиваться для решения насущных проблем, то есть не рассчитывая на власть или еще на что-то. А что реально сами могут сделать? У нас сегодня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, можно почитать, восемь. Для начала неплохо. Я бы сформулировал саму идею так. Если вдруг у кого-то дополнение, пожалуйста, говорите. Когда я выходил на Евромайдан, основная была концепция, это недовольство власти. То есть тем нынешним положением, которое у нас сейчас есть. То есть это был основной мотив. Я надеялся, что данное мероприятие как-то повлияет на ситуацию. Но за практически два месяца я лично недоволен результативностью. Я считаю, что нет эффекта. То есть 150 человек, которые удалось за это время собрать, но они не... Я не вижу каких-то продвижений вперед. То есть то ли цели слишком большие поставлены, то ли организация хромает, то ли и то и другое, либо какие-то другие причины. На мой взгляд, самым сдерживающим фактором является привлечение политических сил. Мне кажется, это то, что тормозит, в принципе, любое нормальное здоровое движение, желание людей к изменениям. На мой взгляд, так может быть, я ошибаюсь. Поэтому предлагаю вам всем концепцию следующую. Вот сколько нас сейчас есть, вот нас восемь, да? Я предлагаю ставить не самую большую и не самую амбициозную задачу, но ту, которую нам по силам. Первое. Это определить основные цели. Я не вижу необходимости поднимать вопрос, например, национальности, то есть какой там нации и так далее. Извините, мы все-таки в Донецкой области. У нас этих национальностей, наверное, больше, чем у кого бы то ни было. Да. То есть говорить о том, что кто-то там правее, кто-то там левее, кто-то лучше из людей, мне кажется, это неправильно. Я не вижу в этом вообще проблем. Проблема не в том, кто какой национальности. Проблема в том, что конкретно мы можем сделать. Способны ли мы те права, которые у нас есть, их настоять и защитить. На своем уровне я не беру большую. У меня самая сейчас главная проблема, которая у нас есть, это то, что мы не способны защитить свой голос на выборах. Потому что если бы мы могли защитить свой голос на выборах и избирать тех, кого мы хотим, контролировать тех, кого мы хотим, то таких бы проблем не было бы. Поэтому задача номер один – это все-таки повлиять на выборы. Повлиять реально, легитимно, законно можно только одним способом – наличием наблюдателей, наличием членов комиссии. Если у нас, давайте реально, даже если мы найдем 50-100 человек, то это возможно на каком-то конкретном округе уже повлиять на результат. То это уже будет хотя бы одним небольшим признаком того, что с нами считаться надо. Если у кого-то есть еще идеи, пожалуйста, говорите, как вы видите, то есть возможность, способны ли мы это сделать, и если способны, то как это сделать. Я предлагаю следующие принципы. Если кому-то близки те идеи, которые я говорил, это сейчас определиться, что мы можем сделать, как мы можем сделать. Если кто-то хочет участвовать в этом движении, он разделяет эти ценности и взгляды. Пожалуйста, приходите, предлагайте. Но не только предлагайте, но и делайте. Я предлагаю оценивать только по эффективности. Пришел человек, предложил, давайте сделаем такую текст. Он принес текст, или он распечатал, или он может раздать. То есть конкретно что-то делайте. Если может, да, этот человек, на мой взгляд, имеет право за что-то голосовать. Что-то предлагать, и на что-то претендовать. Если человек готов только послушать, или только поговорить, я не думаю, что этот человек имеет моральное право на голосование и на влияние внутри нашей группы. То есть если вам эти принципы близки, и вы их разделяете, если просит, давайте определяться. Сегодня, по сути, у нас день анонса. То есть о том, что мы есть, и есть такая идея и предложение, пока еще никто не знает. То есть сегодня день анонса. Результативность-то много, нас мало есть. Если нет, мы можем говорить хотя бы через неделю, когда мы попытаемся об этом рассказать населению. Будем использовать те ресурсы, которые у нас есть социальные, все эти. Придет СМИ, общение со СМИ. То есть все, что возможно, то и сделает. У кого какие предложения, кто что хочет сказать? Можно я? Да, пожалуйста. Если можно, сразу представляйтесь, чтобы мы сразу уже познакомились. Да, еще момент. Я предлагаю делать наши северы в тот же день открытыми. Да? Потому что если кто-то говорит, а я не хочу светиться, значит, ты не готов защищать свой... Мне кажется, это будет правильно. Пожалуйста. Алексей Васильевич. Вот этот проект. Во-первых, я хотел бы сказать, что та цель защитить права выбора, эта цель хорошая, но она очень большая и достаточно далекая. Я ее поддерживаю, но с точки зрения конкретной пользы для населения, для того, чтобы оно понимало, чем вот эти вот странные люди, мерзнущие на морозе сейчас занимаются или будут заниматься. Мне кажется, нужно, кроме вот этой большой цели, сформулировать очень какие-то конкретные задачи. Давайте определим конкретную задачу. Я просто как пример. Да. Когда что-то там случилось, ну, в каком-то из магазинов некачественный товар нашли, и это началось системно. Да. Вот та проблема была поставлена... Была четко поставлена проблема, да. И она понятна для населения. Вот только об этом. Я это просто как пример привел, что я имею в виду. Либо, как вот сейчас Автомайдан действует, вот есть четкая там, я не знаю, дача Межегории, к которой нужно съездить. Это понятно. То есть я согласен с тем, что рамковая, вот она будет такая защитить право выбора, но конкретно это должно в чем-то реализовываться. Очень-очень понятно. У кого еще какие вот есть мнения? То есть кто что может сказать по-давному? Максим, у меня есть мнение, как бы Илья Богнюк, да, гражданский активист города Донецка. Для меня печально, печален тот факт, что Донецкий Евромайдан был узурпирован. И был откровенно узурпирован конкретными совершенно людьми, которых фамилии, я думаю, все знают, не стоит их называть. И поэтому мне кажется, что мы чуть-чуть, когда сюда выходили в самом начале, мы не за это боролись. Ну, наверное, поэтому мы сейчас стоим здесь, а не там. И, наверное, мы здесь, да, а не там. Более того, когда нам начинают рассказывать про какие-то конкретные магазины, у которых там либо чего-то есть, это бред сивой кобылов безлунную ночь по той простой причине, что, ну, это откровенный заказ. Ничего личного называется, не хочу никого обидеть, но, ребятушки, давайте будем честными перед собой, хотя бы самими, и скажем, что просроченные продукты есть во всех магазинах, но занимаемся мы почему-то конкретно одним. Наверное, это называется заказ. Это так и называется. И Евромайдан здесь не для того, чтобы в магазинах не было просроченных продуктов. И Евромайдан здесь не для того, чтобы... Пардон, Илья, извини, пожалуйста. Мы не говорим, что у нас здесь Евромайдан. Мы говорим о том, что у нас есть гражданская инициатива. Ну, вот здесь хорошо. Гражданская инициатива, она здесь не для того, чтобы проезд вдруг подешевел, или там коммуналка вдруг резко стала дешевле. Она здесь совершенно для другого. Она для того, чтобы поменялась сама система. Окей, какие предложения? Вот на первом этапе. На первом этапе какие предложения? Предложение следующее. Во-первых, создать рабочую группу, ну, которая смогла бы сформулировать четко наши требования. Поскольку без этого, ну, никак. Во-вторых, в этой рабочей группе все-таки вывести какого-то конкретного лидера. Потому что в нашей стране без лидера, ну, никак. Хорошо, есть такое предложение? Еще что-то или все? Нет, все. У кого-то есть еще какие-то мнения? То есть кто-то что-то видит по-своему, кто-то есть дополнение? У кого-то есть еще мнение? Потому что есть сейчас предложение четко сформулировать цели, определить рабочую группу и первоочередные задачи? Можно... Нет, все-таки давайте... По порядочку, то есть... Маленькое дополнение, потому вот, ну, меня очень часто спрашивают о том, зачем ты выходишь, вот, да, там, на улицу, там, еще куда-то. То есть у меня есть достаточно вот такое вот близкое каждому, наверное, объяснение и ответ на этот вопрос. Мне кажется, вот, абсолютно неправильным то, что мы, как граждане Украины, да, граждане этого общества, стараемся выполнять все свои, вот, обязательства перед этим государством. Но государство почему-то не считает должным выполнять свои обязанности перед нами. Так вот, дабы выполнение обязанностей было равноценным, взаимным и, вот, как-то равноправным, ну, ради этого стоит, вот, принимать какие-то конкретные решения. То есть это к целям мы можем отнести, да? Это к целям, наверное. Хорошо. Это к пониманию, вот, ну, окружающих, того, чем мы занимаемся. Понятно. Спасибо. У кого-то еще есть какие-то мнения, кто-то что-то... А, Максим, мне вопрос. Если можно чуть погромче, еще. Да, Лариса Белозерова, я, в общем-то, пришла уточнить и узнать, что это, для чего это, и чем это отличается от массы общественных организаций и различных движений, которые уже существуют в Украине. Почему надо определиться и чем это может отличаться. Угу. Ну, у меня, в общем, вопрос. Ну, это вопрос был, да? Так, еще у кого-то есть желание что-то сказать, что-то... Ну, достаточно... Если можно сразу представить, что мы открыты, мы... Это не обязательные условия, но это желание. Хорошо. У Илья Ковтона, хочу сказать, то есть, в принципе... Илья Ковтона, я считаю, что основная сейчас задача, это сравнять какие-то конкретные цели, за то, за что выступает наша конкретно гражданская общество, каких изменений в обществе мы хотим достигнуть. То есть, это основное... Ну, то есть, это перекликается с тем, что уже мы жили... Потому что у моих знакомых, они как-то негативно отзываются за счет, в основном, кстати, партии. Потому что кому-то не нравится блокирщика, она сравнивает, что она делала. Кому-то не нравятся там члены удара. То есть, мы должны конкретно называть, какие цели, какие идеалы преследуют нашего гражданская общество. Их изменения мы хотим достичь и делать. Все понятно. Еще кто-то что-то хочет сказать? Так, ну что, подержи, пожалуйста. Тогда, позвольте, я подведу краткий итог, на чем мы определились. Сформировать группу, определиться по целям. В первую очередь, да? И определить первоочередные задачи. Если да, я предлагаю приступить к этому прямо сейчас. Кто хочет участвовать, пожалуйста, назовите имя, номер телефона для коммуникаций. Определимся, где не принципиально собираться на улице. Возможно, мы соберемся в теплом помещении для проговорки этого всего. Ну, я думаю, от улицы нам не уйти. Все равно информационная работа. Конечно, можно большую часть в соцсетях делать, но там аудитория. Но аудитория, да, не та абсолютно верно. Меня честно, так чтобы подвести итог, меня очень радует, что я не вижу здесь неадекватных людей. Да, менее разные, да, кто-то согласен, кто-то не согласен, но мне нравится, что я вижу понимание в глаза. Вот это меня искренне радует. Спасибо вам за то, что пришли. Давайте сейчас кратко напишем список, определимся, как мы, в каком формате будем работать и что-то делать начинать. Потому что, ну, мне кажется, больше уже нельзя. Все, спасибо.